Что-то больше да и рассказать особо нечего Ну короче Приехал же я с контракта Дома я тогда пробыл два месяца Ой три, ну как раз так получилось Что судно с этого с Китая Почалило в Бразилию Вернулось обратно в Китай И потом с Китая оно зашло в Сингапур На снабжение И я как раз обратно пролетел опять через Сингапур Опять попал короче на этот пароход И мы короче Опять в Баласе короче в Бразилию И мы такие едем, 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 едем И приходим снова в Сепетибу Ну там где я уже был А был я там получается Ну месяцев 9-10 назад Я уже как домой такой прихожу Я такой захожу вот так Ипотажно короче в это заведение Думаю сейчас у меня тут уже все Хлопать будут Девки А девок то нету Все какие то новые Я даже сразу опять как всегда расстроился Вот что говорится Видишь ожидания Я ожидал что Это все будет как прежде А как прежде уже не будет Никогда Понимаешь Каждый раз Каждый миг жизни уникальный Это надо принять Осознать и не грустить Я ж таку подхожу к этому А бармен шагов Та же самая Я говорю А где говорю Дон де остами сеньорита Ёпта бля Она говорит Какая еще сеньорита Ну это или она Любовь моя в всей жизни Такая черная обезьяна С белыми зубами Ну она короче говорит А все говорит Ну как бы все не все Они же говорят Они же кочуют короче Чтобы знаешь Тут не присматриваться Сегодня здесь Завтра там Сейчас говорит Ляна в соседнем там городке Хочешь говорит Поезжай в гости Ладно Разберемся Ну как то так Короче тоже Опять за 18 часов У нас загрузили И мы опять поехали в Китай А еще знаешь короче Ну на пароходе У нас была такая Как Кафетаем Короче Перерыв Вот есть допустим Завтрак Между завтраком и обедом Перерыв Короче кофе попить Покурить Допустим А кстати Ну я на пароходе Почти никогда не курил Ну поначалу Я каждый раз Когда ехал на контракт Я дома курил Я успешно бросал курить Оп на пароходе Приехал Знаешь Новая обстановка Знаешь картинка Я уже не курил Но не курил я Можно сказать До первой пьянки До первого порта Поэтому как я Уже начинал С девахами кролись У меня уже В зубах сигарета Торщала обычно Боже бля А И кафетаем Короче Ну и на кафетаем Допустим Там Чайку Что-то давали Ну бывает Печенька Бывает там Мороженое Бывает йогурт Ну а иногда Давали халву Ну на всех пароходах И халва Короче Обычном Почему-то Мы получали Эту кунжутную А ее никто не ел Это А мне это так нравилось Я вначале Короче Эту фишку Не прохавывал Чую не халву Ну и тут Порежут Знаешь Там Может грамм 500 халвы Может грамм 600 халвы Там на 12 человек К примеру Там рядовые Отдельно сидели Там на 12 Может на 10 Где-то так Короче Подожди Что я плету На каких 10 У нас же матросы Отдельно были Короче На 6 Максимум На 8 Сколько это было Сколько было Короче Порежут Это ну так По кусочку По такому А ее никто не ест Думаю Вот люди Знаешь Людей приучили Халву есть Обычную Там Советскую Подсолнуха И тому подобное Это я Сразу не вкупил Что все Говорят Это херовая Халва Это Я такой Ну поначалу Типа стеснялся А потом знаешь О Леха Твой день Я такой знаешь Уже вот подхожу Такую себе тарелку Ставлю Это думаю Как я думаю Как вот хорошо знаешь Когда ты Это Ну короче Не стадо Это там где Знаешь Для других людей Плохо Для тебя всегда Хорошо Это Ты всегда находишь Какие то уникальные Пути Решения Там Короче Там где Все видят Проблемы Для тебя Один плюс Все мне нравится Халва И я Всю халую Короче Зашибись Это Ну мне нравилось Я не знаю Это халва Я так Постоянно Ел 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 Потом Короче Приехали В Китай Как раз Мы на Новый год Попали Мы на Новый год Стояли Опять В этом В Китае Не помню Опять По-моему В этом Цинтао Короче Что-то Ну Короче На пароходе Посидели Покушали А я поехал Опять же Опять Мессманом Поехал Я типа Возле повара Крутился Там что-то Помогал ему Это иногда Его заменял Ну так Потихоньку Другой уже Повар был Пошли мы Короче В город В Кабак Заходим В Китай Нового года Нет Там у них Как-то другое В феврале По-моему Отмечается Какой-то праздник Ну для моряков Для этого Для местного Быдла Всегда Все сделано Специально Вот Что быдлу Нравилось Это Заходим Все Исписано Здесь был Жора Здесь был Коля Вот этими Фломастерами Какая Кому разница Что вы здесь Были Вот это точно Вспоминается Оша Как он в этом Говорил Что человек Ничем не Отличается От животных Вот это Есть Как это Территориальный Императив Что знаешь Как собака Вот у Пассать на дерево Что было здесь Так вот И это И люди Ну ладно Короче Мы пришли Там эта Верка Сердючка Играет Ну классно Да Что еще Может быдло Слушать Кроме Верки Сердючки Вот уж мы Давай Короче Нахерячились Фу Как вспоминаю Я вообще Того парня Знаешь Как бы И знать Не знаю Который Там Который Постоянно Косячил Полностью Не могу Представить Как оно Как оно Там Было А И потом Опять Зевки Думал Блядь Эти Ебарные Китайские Бабы Не люблю Не хочу Не нравятся Они Холодные Лучше Вздрачнуть Но Хочется Короче Я такой Ладно Уговорили Пошли Короче Идем Холодно Еще Так Помню Это Какая Не помню Гостиница Пришлось За апартаменты Платить Короче Холодно Бля Она Разделась Залезла Под одеяло Думаю Бля Сейчас Обниму Хоть Так Тепло Тепло Станет Я Под одеяло Заложу Она Еще Более Холодная Чем Холодно У меня Сразу Все Желание Пропало Я Так Немного Себя Взбодрил Леха Деньги Заплатил Заплатил Так Давай Короче Ну Я Не знаю Китай У меня С китаянками Как будто Какое Это с девственницами Спать Не знаю Короче Что Мне Не Вперло Вот И потом Мы поехали Опять С Китая Опять В Бразилию А еще Кстати Я тогда Впервые В жизни У меня Был Этот Мистический Опыт Я тогда Даже Еще Не знал Что Это Такое Я Спустя Много Лет Узнал Что Это Называется Ну Вообще Как Был Туш Мы Пока Пароход Идет Точно Только Там Какие Что В Компьютере Делаешь Работаешь Что Ты Изучаешь Там Книги Какие Читаешь Я не Знаю Что Ну И мне Попались Книги Тогда На пароходе Они были Это Серия Книг Этого Владимира Мегры Извиняющей Кедры России И тогда До Меня Дошло Вот Вот Она Это Матрица Понятно Это Думаю Теперь Все Ясно Что Тут Все Не Так А И Короче Что Сидел 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 На пароходе Такой Шторм Начался Такой Ливень Я Всегда Выходил В перерывчик На палубу Тряпочку Постилю Либо Загораю Либо Сижу Либо Просто Вдаль Смотрю И тут Начинается Шторм Такой Знаешь Его Штырит А я Просто Продолжаю Тупо Сидеть Это Ну Не то Что Сказать Медитировать Я Вот Так В таком Понятии Говорят Медитировать Я Никогда В жизни Своей И не Медитировал Наверное Это И такой Как Знаешь Ливень Ну Наверное Что Совпало Какие То Погодные Условия И И Раз И я Понимаю Что Я Это Все И Такое Ощущение Знаешь Что Я Как Б Понимаю Что Я Вроде Б С Эти Отсюда Глазами Вижу Но Такое Ощущение Что Я Со Тучек Пространства Такого Не Употреблял То Есть Психоделики Я Про Психоделики Тогда Только Читал Про Опыт И С Псилоцибином Которые Проводили В ЦРУ Где То Там Вообще Представление Не Имел Что Такое На Личном Опыте Ну А Из Диссоциативов Китамина Даже Не Пробовал Единственное Дед Дед Дмитрофан Конечно Был Уже Знаком К тому Времени Но Все Равно Это Было Очень Так Сказать Необычно Учитывая Что Я Был Абсолютно Трезвом Состоянии Меня Короче Очень Долго Еще После Этого Так Сказать Мистического Опыта Я В Приходе Находился Вот И Короче Мы Въехали В Этот Опять В Бразилию Я Уже Не Помню В Какой Мы Город Пришли Я Помню Что Там Опять Столько Было Классных Девок И Я Тоже Конечно Любил Выпить Ну Я Как То Знаешь Я Выпить Чтоб Повеселиться А не Для Того Ж У вас Там Один Игареша Был Это Вот Он Сливу Как Зальет И Вообще Сидит Знаешь Вот Просто А И Он Выцепил Самую Классную Девку Главное Это Я Уже Короче Пока Он Загерит И Трахать Говорю Будешь Он Короче Пока С ней Сидит Пока Я Не знаю Чем Он Разговаривает Я Уже Одну Трахнул Вторую Трахнул Третью Трахнул Это Не Угомон Туда Сюда Говор Ну Че Говорю Угарек Ты Будешь Думаю Перны Ты Хер Ну Давай Быстрее Короче Эта Скотина Так От Напилась Что В результате Он Так Даже Ее не трахнул Наверное Девах А ждала Ну Там Ж Понимаешь Там Не Просто Как Знаешь Что Ты Пришел Снова Не Вопрос Сидит Общается Как Будто Типа У них Все По Настоящему Это Ну Просто Это Настоящая Заканчивается Допустим Когда Тебе Надоело Или Когда Ей Надо Ест Ну Вот Она Ждала Когда У нее Начнется Любовь У нее Любовь Не Началась Думаю Такие Вот Бывают Товарищи Короче Нифига Интересного С вами Каши Не Сваришь Не Это Главное Так И Не Трах Лах Ты Вообще Туда Перся Блядь Нахер Ты Вообще В Город Шу Я Вообще По Нему Сливу Залить Купи Себе Бухов Каю Ой Я Раз Короче Вот Думаю Как раз Оттуда Вошли Короче Пасха Какая Это Была Ну Не Какая Это Какая Но Обычная Пасха Короче Знаешь Что Люди Отмечают Весной Когда Это Бывает На Пароходе Ну И Все Пили Я Вообще Конечно На Пароходе Обычно Ни с Кем Никогда Не Общался Ну Хули Мне С Общаться Это Так По Работе Исключительно А так Я Абсолютно Знаешь Я Всегда Думал Что Если Все Так Люди Нахер С Парохода Исчезли Они Ну Просто Пароход Тогда Надо Чтобы Он Шел Кто Тим Делом А так Они Нахер Не Впилились Ты Тут С Ума Не Сходишь Я Давно С Данила Андреева Роза Мира Она На тот Период Это Такие Пая Под Впечатлениями Был Когда У меня Несколько Раз В моей Жизни Было Это По Му Раза Два Когда Я Напивался До Состояния Вообще Когда Я Не Помнил Когда Ты Утром Просыпаешься И Не Можешь Понять Как Ты Здесь Оказался Короче Я В Каюту Зашел Мы Начали Пить А В Американской Кинокомедии Нахрюкался Что Я Помню Только Первый Час Как Я Там Был А Потом Это Меня Будет И Стучат В дверь Лег Вставай Работу Проспал Как Я Здесь Оказался Я Вообще Ничего Не могу Вспомнить Потом Как Рассказывать Чего Там Мочил Это Ну Короче Пытался Знаешь Это Каких Высших Материях С людьми Разговаривать Меня Вынесли Наверное Сказали Что Пойди Короче Проспись Ну Тяну Тяну Нахер Это И Мы Приехали В Китай Вообще Опять В Китай Приехали И Да Я думал Что Я Остану Еще На Три Месяца Думал Так Месяц Десять Девять Поработаю Думать Думать Делать Нехрен Это В Украине Одно Быдло Живет Там Одно Быдло Какая Разница Где Быть Тут Правда Работать Приходится Устаешь Но Ничего Это Зато Как То Мне Вообще Тоже Прикольно Такой Как День Сурка Каждый День Одно И Тоже Одинаковый Цикл Оп Пол Пятого Ты Просыпаешься В 5 Часов Утро Начинаешь Мыть Там Пароход Допустим 8 И Каждый День Одно И Тоже Без Выходных Шикарная Жизнь Мы Короче Китай Пришли И Опять Опять По Бабам Короче Мы В Публичный Дом Пришли Я Уже Не Помню Там Точно Детали Ну Короче Ну Именно Типа Уже Знаешь Типа Как В Публичный Дом Ну Короче Договариваются Что Это Значит Типа Там Он Значит Так Типа Массаж У Нас Там 30 Приблизительно Точно Массаж 30 Долларов Это Апартаменты 10 Или 20 Долларов Ну Короче Что Такое В результате Это Ну Я Посмотрел Такие Выходят Дома Ничего Что Постарше О Думаю Такая Вроде Как бы Подтасканная Ничего Такая Не знаю Годов 35 Это Наверное Такой Предел Нормально Вылезло Да Никакие 35 Что Я Уже Рассказываю Мне Тогда Было Наверное Тридцатка Короче Пошли Ну Короче Как всегда Что-то у меня По-моему Ни хрена Не по Я не помню Я по-моему Вообще С китайскими Девахами Как-то ни разу В моей жизни Это Успешно Не закончилось Ничем Это знаешь Это вот из разряда Когда Называется Безумие Это Это у меня что Кот кричит Как там Безумие Да Делать одно и то же Надеяться Получить разный результат Короче Это да Помню У меня первый раз Первый последний раз В жизни был секс Прям в двух Презервативах Вначале Еще на один на дело Еще второй Это Короче Это я не знаю Это массаж Полторы минуты Это Отсос Полторы минуты Минута Трах От которого Я вообще Я не помню Там сколько он длился Уже Я только Вышел Сижу Такой Опять расстроенный Обиженный Самый первый Короче Сижу Жду Жду своих ребят Свою команду Короче Где они там Где они Ну и все выходят Через какое-то время И тут Давай Счет Короче Всем вы Это выстилать Что там За сотку Каждому Короче С нас Со всех Там Четыреста Пятьдесят И каждый Как бы В шоке Ну нам же Говорили Просто мы Не подумали Что Вот это Можно так Как оценить Как оценить Ну и Понимаем Что По сути Нас Просто Как Кинули Лохов Кинуть Лоха Кинуть Лоха Кинуть Лоха Это Ну и Урах Так Улыбнулись Разошлись Что-то Ну 10 дней По-моему Там Переход С этого С Циндау До Сингапура И мне приходит Замена Говорит Братуха Ты едешь Домой Дум Блядь Знал бы Что Домой Еду Не потратил Будто Сто с лишним Долларов На Очередное Непонятное Приключение Которое Мне В принципе Было Не нужно Ну вот Так Вот Закончится Третий Контакт Слушай Солнышко Вышло Как-то Вот В прошлая Весна Была Вот Вспоминаю Гораздо Теплее Чем Это Так Что Делать Что Делать Что Делать Пойти Посмотреть Грибы Позавчера Дождь Вчера Вчера Целый день Моросила Не Ну тут Наверное Нету Грибов Ну пойти Можно Помидоры Что Нифига Не краснеют Что Я Хочу Сказать О Прикинь Короче У меня Тут Прихожу В прошлый Раз У меня тут Калитка Я вообще Обычно Не закрываю В этот раз Что Закрыл А калитка Я его Перебрасываю Сюда И тогда Откручиваю И обратно Перебрасываю Ну то есть Как бы Просто Для того Чтобы Ветром Не болталось Это не сказать Чтоб Кто-то Не залез Обычно Общение Закрываю Ну потому Что Я считаю Что тут Брать Помидоры Кому Нахрен Нужны Это А в этот раз Закрыл Смотрю Ключа Нету Пришел Ключа Нету Думаю Это интересно Перелез Короче Туда Сюда Потом Сейчас Выхожу Выхожу Но я еще Смотрел Думала Вдруг Может быть Кот Как-то Там Отгрыз От веревочки Не Немал Нигде Не валяется Сейчас Пошел В магазин Возвращаюсь Еще Смотрю Когда В магазин Пошел Сосед Стоит Ну другой Не тот Который У меня Ты Стырил Это Смотрю Сосед Стоит Ну вернее Он Меня Наверное Видел Что Я Выхожу Возвращаюсь Открываю Дверку Ну я Не закрываю Да я вообще Ни хрена Не закрываю Ключ лежит Перед порогом А что Типа Вообще Нет Вот Люди Вообще Думают Что Дурак Наверное Или Тупой Короче Ни хрена Не замечаю Странно Мне конечно Интересно Для чего Все это Было Сделано Для чего Я не думаю Что он Дубликат Ключ Я делал Ну просто Не Ну я Просто Точно Знаю Что Я не мог Не заметить Потому что Я искал Ключ Искал А тут Есть